здравствуйте сегодня поговорим о зольной вытяжке и ее приготовление для ее приготовления нам необходимо сама зола и вода я беру в ровных пропорциях сколько золы засыпаю столь же и воды в данном случае это по полторы литровой емкости высыпал золу больше ведро и сюда же буду наливать данную емкость полтора литра воды все это будет заливаться ведро с большей вместимостью и потом будут перемешивать вот перемешиваю перемешиваю рукой можно и палочкой чем но я рукой перемешиваю потом сполосну и все сама зола еще будет впитывать воду и на компенсацию того что она питает я еще добавляю 200 250 грамм воды с полоской руку после того как все это перемешали вот так она все выглядит сверху плавать еще угольки все это потом будет через сито процеживаться но теперь она должна таком состоянии находиться у меня не менее пяти дней вот прошло пять дней и будем сливать данную жидкость жидкость это маслянистая питательная на напитана микроэлементами которые были в данной золе так мы слили эту жидкость вот что осталось от сливания тут еще маленько и водичка осталась одну в основном это зола и теперь вот это все выливаем узкую емкость на отстой у меня она оставится где-то день может часов 10 но в основном с утра до вечера если утром это дело процедура то вечером она отфильтруется и будет чистая уже жидкость вот так мы слили эту жидкость и даем ей время отстояться прошло довольно много времени она уже отстоялась теперь будем ее сцеживать сцежим только светлую мутную не будем ее брать там и так она наберется около литры мы берем емкость другой и сливаем как видим очень чисто прозрачная как вода она отфильтрована отстоя на и вот этот жидкий концентрат настоя золы или так сказать вытяжки золы буду добавлять по 250 грамм на 10 литров воды больше не советую потому что я один раз добавил 400 грамм и некоторые молодые листочки на виноградных кустах погорели поэтому это сильная доза 400 грамм 250 грамм достаточного данного концентрата вот так легко и очень просто самому домашних условиях приготовить зольную вытяжку для подкормки не только винограда но и всех растений растущих нас на даче или в саду всем желаю успеха подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео до скорой встречи до свидания до свидания